Людям, которые думают, что они приедут, и они здесь кому-то нужны. То, что вы видите во многих медиа, то, что вы видите во многих каких-то ресурсах, людей, которые там показывают, что там у него, он там собил бабла, там еще что-то, еще что-то. Честно скажу, не... Это все, ну это мое мнение, это все как бы выдумано, это все на игры, но все это не так на самом деле. Никто никому здесь, никто никого нигде не ждет. Никто никому здесь не нужен. Еще одна тенденция, которую вот я заметил, и вот мы недавно с сыном говорили на эту тему, и с супругой тоже. Это тоже одна из... Один из таких точек, к которому мы позже придем, как бы, этот момент я вспомнил. То, что уровень образования катится в бездну. Супруга мне сказала, вот в начале, конец учебного года, который был, она сейчас в отпуске. Она, кстати, сегодня присылает мне с Екатерининского собора, фотография, она с дочкой в Санкт-Петербурге. Очень красиво, я просто... Она говорит, мы вышли с такси, рот не закрывается от красоты. Просто они не... Немного закрыт рот от всего увиденного. Ладно. Супруга говорит, что в этом году в школе уволилось официально восемь преподавателей. Закончился год, они отработали, там до определенной даты они должны сказать, да или нет, дальше работают они или нет, продлевают контракт или нет. Они, говорят, подписали документы на увольнение. Говорят, мы больше не будем никогда профессорами. То есть до такой степени... Два последних года у нас учителя постоянно в страйк, забастовка. Даже моя жена была на площадях перед муниципалитетами, там какие-то сборища, митинги, они там и в парламенте бодались и так далее. Почему? Министерство образования заморозило стаж преподавателя. У меня жена получает такую же зарплату. Получает там на 70 или на 80 рублей больше, как 23 года назад. Как сколько лет назад? 23 года назад. Такую же? То есть зарплаты вообще не это? На 80 рублей проиндексировали. На меньше, чем 1 евро? Не-не, ну я не знаю, как это в процентном посчитать, но вот 80 рублей добавили. Только, ну, в евро, я так предлагаю. За 23 года? Да. Причем она даже умудрилась стиск заочно получить, или какой-то там философская... Сдавала там, училась в университете онлайн, получала какое-то дополнительное образование, ее обязали. Когда на это все закончили, это были слезы, просто не спала ночами какие-то работы, видите, дипломные там. Это ад просто был несколько лет. Учебы ее в университете онлайн. Ей сказали, что надо в школе это сделать. Потом она перевела свои дипломы, что-то сдала, они говорят, о, так вы могли не учиться, у вас же тут все так все нормально. Понятно. А как? Как? Ну, так у вас уже и местрады есть, там, и консерватория, там, и то, и как, и десятые. Вам не надо было. Хватит. Заморозили, заморозили стаж всем преподавателям. Она, там же как какая-то, они сколько-то для прорабатываешь, переходишь на следующую категорию. Там сотка добавляется в зарплате, к примеру, а там 150. Проходит в шестой католизм, стаж добавляется, ты в следующую категорию там. То есть по категориям, которым она проработала в школе и по уровню ее образования, у нее больше 30 лет уже стажа. Как бы у нее, ну, ну, в принципе у нее музыкальные училища, консерватория, там, в общем. Она музыкант, она музыкант, она играет на скрипке, преподаватель музыки. То есть больше 30 лет у нее. Она получает зарплату как практикант, только что вышедший из курсов. Девушка, вот студентка, вышла, там она такую же зарплату получает. Вот министерство всем заморозило стаж, сказало, вы все пацаны одинаковые, нету денег вам платить больше. Вот так. И учителя за это бастуют, там, за бастовки. Они им сказали, ну, вы там бастуйте, бастуйте. Мы вам сюрприз сделаем в конце года. И они сделали. Икандал был, даже в парламенте показывали. Так как учителя бастовали, то финальный экзамен по математике. Они сделали уровень университета. Это типа ЕГЭ. Финальный. И моя дочка попала под эту раздачу. То есть приходит экзамен. То есть они наказали детей за то, что учителя бастовали. И детей, и детей, и учителей. А потом они сказали, ну, вы же бастовали, и детей не учили. Это по вашей вине произошло. Видите как? О как? О как. Даже есть, Татья, есть такой у нас дядька, он профессор, он был профессор в университете, и сейчас работает в школе. И он специально показывал тест, он говорит, я на некоторые вопросы затруднялся ответить. То есть я еще раз, я повторюсь, за то, что они заморозили стаж, и учителям не повышали зарплату, хотя затраты повышались ежегодно. И учителя пошли бастовать, чтобы зарплату как-то повысили, чтобы они донесли свою мысль, что вы, ребята, неправильно делаете. Они решили наказать детей. Ну, а какое им дело до детей? Вы думаете, они переживают по уровню развития детей? Ну, очевидно, нет. Ну, по всей видимости, нет. Я вот, к чему я говорю, статистические данные, я сыну говорю. Возьми, пожалуйста, открой Министерство образования Португалии, посмотри, средний вступительный балл по институтам. И ты увидишь, как средний вступительный балл в институтах двигается вот так. Какой это сигнал, какая это тенденция? Тенденция, это говорит о том, что уровень образования падает. И у университетов не хватает абитуриентов для вступления в институт. Они не могут держать уровень пресс. Нет, есть институты, которые стараются держать, чуть-чуть понизили. Остальные все снизили, потому что нет абитуриентов. Ну, а правительство что, не видит, что потенциальное будущее – это полулысые, радужные, очень грубо говоря, дебилы? Но великолепные потребители, они что, не видят, что это большая проблема для распространения там их культуры, для выживания культуры? Они никак на это не реагируют? Вы знаете, я могу только свое субъективное мнение сказать. У меня создается впечатление, я причем это озвучивал в семье, и у меня впечатление, что планомерно оболванивание идет такое уравнивание. То есть, вот смотришь на молодежь, и впечатление, что мысли там вообще нет в глаза. Вот они планомеренно вот делают, пропускают как бы уровень. Те, у кого есть деньги, они идут в частные школы, они инвестируют, они платят за обучение. То есть, они делят по классам, они раздвигают средний класс, они их уничтожают, они делают такую массу обслуживающего персонала, который будет убирать, мыть, возить, подметать. И остальные, как бы, которые могут платить за обучение, и они доходят в частные школы и платят по 800 евро в месяц за школу. 800 евро в школу подвезти ребенка в частную. Вот недалеко от меня школа, Нобель называется. Вот 800 рублей стоит за одного ребенка обучение в месяц. Там английский, гончарная отдела, там чуть ли не, они там не на иврите чуть ли не раздвигают. 800 рублей, то есть 800 евро? Евро. Да, евро в месяц. Да. Самое интересное, что ты должен еще записаться, и за запись тоже отдельно записаться. Ну, типа на шторы сдать. Понятно. Интересно, очень интересно. Ну, вот такой вопрос. Все-таки 23 года в Португалии. Понятно. Сахалин, Херсон. Сахалин, я маленький, меня вывезли маленьким. Сахалина, я не помню. Ну, вообще, вот сама такая цепочка. 23 года. Уже жена, дети, работа, бизнес и так далее. Но, опять мы, дамы и господа, мы на ты договорились. Но ты принимаешь сейчас решение в ближайшем будущем переехать со своей семьей в Россию. Конкретно, по пунктам, если можно. Почему? Самое первое. Я официально, я уже говорил, что я долго работал нелегалом здесь. Охотелся нелегалом. Для того, чтобы получать минимальную пенсию здесь, я, по-моему, больше 30 лет должен отработать минимум. Минимальная пенсия, которую мне начислить при этой работе. Я, конечно, могу сделать себе зарплату, нарисовать там типа 2000 евро и 30 лет платить 2000 евро налоги с этой зарплатой. Что будет составлять в районе там 600-700 евро в месяц. Я должен буду отдавать за пенсионный фонд. Но у меня, опять же, нет гарантии того, что у меня будет пенсия. То есть в данном случае нет гарантии никакой. То есть у меня есть живой пример. Коллега моей супруги, которая проработала здесь 30 лет. Потом у нее была травма, у нее была мама здесь, мама умерла. Как бы, в общем, она решила, что она не будет больше. Она тоже с России. Она не будет здесь больше. Она два месяца сидела на социале, получала свою там социальную помощь, там халтурки, какие-то дела отроливали. Потом она подала на пенсию, она говорит, что вот я 30 лет отработала, пожалуйста, у меня зарплата там была по 2000 евро. Та-та-та. Ну, по всем логическим начислениям, как там, можно там уже есть специальная виртуальная машина, ты можешь вбить данные, там, сколько ты отработал, сколько ты отчислял. Тебе, примерно, с ему волоса, сделай, сколько ты будешь получать. Ну, там, она думала, в районе 800 евро. Как бы, вот, пенсия такая. Она раньше, там, на три года, типа, 50, там, или сколько там выходит, ну, 50, 60, ну, сколько там выходит. Ну, она раньше, преждевременно выходит. Там есть такая опция. Ей насчитали 300. 300 евро насчитали. 300 с копейками, это 400. Она говорит, так, так, ну, 800 же, вот, по всем этим. Она говорит, они говорят, ну, надо разбираться. Ну, это, хорошо, это вот первый пункт, но как этот пункт повлияет на переезд в Россию? Не будет пенсии здесь. То есть, понимаешь, когда ты можешь работать, ты, как и здесь, нужен, да, ты работай. Но как только ты заболел, ты здесь никому не нужен. То есть, я, я, а, я понял. Это уже как-то планировать на будущее, зная, что лучше уже создавать бизнес на родине, где потом на пенсии уже будешь жить и работать. Конечно, совершенно верно. Я, я для себя уже в голове понял, что здесь, то, что я сейчас работаю пять лет официально, до этого частный предприниматель был еще там сколько-то лет, восемь лет. Я восемь лет отчислял в социальную эту платеж делу. При таких отчислениях, даже если, ну, то есть, я что, должен еще 21 год здесь скорячиться, для того, чтобы получить в конце 300 евро минимальную зарплату? Пеновый, ну, да. Да, пенсию. Ну, это как, как, как в том анекдоте. По поводу Изя, говорит, расскажи, какие, говорит, какие бывают предложения, говорит, рассказал, какие, говорит, учитель, предложения бывают выгодные и невыгодные. Ну, логично. Это невыгодное предложение, это просто, ты будешь в рабстве, это еще время все. Не дай бог что-то с тобой со здоровьем случится. Все, я просто понимаю, что, ну, в этом, это первый пункт, перспективы нет. Нет перспективы. То есть, гарантия того, что в Португалии случится очередной коллапс экономический, а он, как бы, очень велик, при том, что у нее нет ни индустрии, ни полезных ресурсов, с такой политикой, как они ведут, и, в общем, долгий, я не знаю, в какое место они скатываются, в какое отверстие, в какое. И строить свои планы, как бы, платить на облоге здесь и думать, что когда-то мне там 300 евро будет пенсия, ну, я считаю, это просто прожигать жизнь свою, как бы, ну, в никуда. Эта дорога в никуда. Это первый момент. Ну, вот. Второй момент. Я переживаю по поводу своих детей. Это второй момент. То, что у детей, у детей здесь, у детей здесь образование, оно, как бы, уровень, я же объяснил, уровень образования падает. И даже если ты где-то будешь учиться, невероятность того, что ты где-то устроишься на работу здесь, при том, что какое общее состояние экономики и так далее, оно равно нулю. Ну, или какой-то маленький процент. Но есть же еще другие дети, дети вот этих людей, у которых есть деньги. Их же не надо, ну, их же не надо про них забывать. Они же тоже есть, эти детишки, которых устраивают там на хорошие должности, на хорошие работы. Так, то есть ты здесь, моей фамилией, как бы, здесь, ну, сложно пробиться под солнцем. Понимаешь? Как не крути, сколько бы ты ни жил в другой стране, ты никогда не будешь своим. Ты здесь чужой. И вот совсем недавно я это еще раз убедился, на меня показывали пальцем, на мою жену показывали пальцем, на моих детей показывали пальцем. Их булили в школе, и жену мою тоже троллили в школе. За что? Ну, мы же знаем за что, потому что она русская. Русофобия, она и здесь тоже. Она есть, она никуда не делась. Просто она была, может, в какой-то форме такой зачаточной, а сейчас она выросла, она как бы выплюснулась. Ну, это есть, от этого, ну, и ты никуда от этого не денешься. И это один еще и еще из одних факторов, который как бы тоже дает как бы в копилочку в общем. Потом медицина. Мы к этой теме не подходили, но я как бы могу сказать, ну вот, пожалуйста. Здесь, да, здесь медицина. Мы можем обращаться. Раньше было не так. Раньше были частные госпиталя, были иностранные даже специалисты. У меня уже, ну, гинеколог был немец. Отличный доктор, класс, оборудование супер, все. Следил за беременностью, даже когда она первого ребенка потеряла. Потом как бы все нормально было, он за ней следил. Ну, в общем, все классно. Операции он проводил первую. Супер все. Поплатила все страховая компания из банка. Мы не заплатили ни копейки, ноль. Это просто была какая-то волшебная какая-то история. Кому не рассказываешь, все это мохло-тахло. То есть, у нас была просто медицинская страховка от нашего банка, которому мы платили ежемесячно, там, небольшую сумму. И эта страховка покрыла и операцию, и покрыла и анализы, и все остальное. И потом она ходила в следующие месяцы все к гинекологу и так далее. И платила, там, что-то 11 евро за консультацию. Хотя консультация стоила, там, типа, 100-110. То есть, 10 раз дешевле. Такая функция была. Но потом эти контракты, они прикрыли. Страховые убрали эти контракты. Все, у кого остались эти старые, там, еще кто-то остался. У нас банк, этот банк потом схлопнулся. Ограбил людей и схлопнулся. Был такой БС у нас, банк, вышпили Тусанту. До сих пор еще есть люди, которые потеряли деньги. По судам там они таскаются. Вот, был такой банк замечательный. Вот сейчас по-другому называется уже. Другое, мы его там реструктуризацию сделали. И так далее. Медицина. Отдельная история. Грустная история. Это один из тех же факторов, которые в копилку. Сын, подросток. Пример. Мой. Сын, подросток. 17 лет. Прыщи. Угри. Занимается спортом. Играет в сутбол. Угри начали ухудшаться. Потеет постоянно на воздухе. Ну, как бы бегает, как бы постоянно от крово... Интенсивность большая. Кровообращение там и так далее. Начало ухудшаться. Раны просто, кровавые раны. Приходим к доктору, к семейному. И говорим, ну там у нас у каждой семьи есть как бы семейный доктор. Закреплен. Приходим, доктор говорит, а что пришли, как бы... Я тут вообще ничего сделать не могу. Мы говорим, ну ты же доктор. Он говорит, ну... Я так, бенурон дать, анальин выписать. Ну и не анальин, там бенурон и бобруфен. Вот. Вам надо к специалисту. Мы говорим, ну так давай направление, мы там пошли. Он говорит, а нету. Нету кого направление или специалиста? Специалиста нет. Дерматолога нет. У нас, говорит, раньше был дедушка, говорит, фару. Он, говорит, был профессор в институте в каком-то. И держал кафедру там, это, отделение держал фару дерматологии. Это 100 километров примерно от нас. А дедушка умер и отделение закрыли. Нету специалиста. Может быть, один там приезжает специалист из Лиссабона один раз в неделю в частный госпиталь фару. Можете записаться к нему. Девять месяцев я ждал консультацию. Девять месяцев. В частном госпитале. Внимание, частный госпиталь. Ни платный, ни государственный. Платный, частный. Все. Однозначенная датка на кучу напоминалок. Наклейки на холодильнике, не прозевать. Все. Ребенка со школы забрали, чтобы тоже попасть. На машине. Мы прилетаем. Это, конечно, не то же самое, но я вспомнил историю, которая случилась со мной. Не то же самое, потому что это с моими собаками случилось. На Мальте не было невролога и не было аппаратуры. До сих пор нет, чтобы лечить грыжу, которая происходит у такс на позвоночнике. И вот тогда мне тоже сказали. Был такой у нас невролог, который занимался из Ирландии, кажется. Вот позвони, может быть, он еще тут живет. Естественно, он там давно уже не живет, он давно уже уехал обратно. И собакам больно задние ноги. Ну, вот сначала Шурику, потом Белке. Задние лапы отказывают. Они верещат, потому что это все-таки грыжа на позвоночнике, там нервы. Вот. И что мне пришлось сделать? Мне пришлось ехать на пароме сидеть, на Сицилию плыть. Тогда шел дождь. Какие там у них правила? Собаку нужно оставить одну там где-то в специальном отделении. А опять же, ему больно. Он нервничает. А на главной палубе там внутри нельзя. Вдруг у кого-то аллергия. В машине с ним нельзя. То есть нигде нельзя. А я сказал, а где можно? Говорю, ну хочешь, иди в хост. Вот эта открытая палуба, или как там называется. Вот сиди там. Ну я взял, короче, специальное, ну я одеяло накинул на него, на себя. И вот два часа сидел, там дождь шел, там холодно. Не помню, какой месяц. Вот. Я вспомнил такую вот эту ситуацию, когда тебе доктор, ну ветеринар в этом моем случае говорит, нету, брат, нет никого. Никто не будет лечить твоего любимого, моего любимого пса, короче. Не будет. Езжай на Сицилию. А приехал я сюда, вот в Москву, вижу таксовода, сразу знает, да, у нас была проблема там с грыжей на позвоночнике. Вот такой-то доктор помог, такой-то вылечил, этот таблеткой вылечил, там вот операция, туда быстренько все. Я два раза на Сицилию взял, сначала с Шуриком, потом с Белкой, чтобы вылечивать их. Первый раз как бы вот это такой, первый раз нужно было проделать путь, а второй раз я уже знал, куда ехать на всякий случай. Ну, это пипец, когда доктор говорит, сорян, нет никого. Ну, вот такая ситуация, да. Он говорит, сорян, нету. И мы дождались, у меня супруга просто такая, у нее мама тоже доктор, стоматолог, но тоже доктор, медик. И она говорит, ну вот, ну она выросла так, она привыкла, вот доктор, надо к доктору, надо записаться, надо вот это, вот это. Ну вот мы дождались до золотого этого дня волшебного, приехали туда в эту фару, там 100 километров на машине. То есть я не работаю, я его туда повез, он не учится, в школе отпросился, поехал туда. Там еще сидим ждем, наверное, часа полтора приема, но что кто-то опоздал, и доктор перенимает других, как бы, вот. Пришли на консультацию, и доктор даже не, ну, даже не стал из-за стола. То есть он сел, как бы, напротив на стульев, на него посмотрел, говорит, ну да, плохо. Ну вот я, говорит, выпишу, сейчас у нас типа два есть варианта. Есть, говорит, первый, более щадящий, гормональные лекарства, и есть более эффективный, более, как бы, такой, серьезный, новый курс лечения. Первый, это дольше, шесть месяцев, может быть, до года, и надо мататься кремом, но можно, как бы, на солнце находиться. Со вторым вариантом, минимум нахождения на солнце. Так как я, говорю, он занимается футболом, профессионально, он играет, много времени проводит на солнце, играет на воздухе. Ну, он говорит, не, не, пап, я, как бы, ну, я должен тренироваться, должен продолжать, давай берем первый вариант. Все, вон, выписывает лекарство, говорит, вот, шесть месяцев пьете, а потом, если что, говорит, пишите мне вот сюда имейл, я вам выписываю новый рецепт. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, 15 минут, 90 ел. Ну, хоть сработало? Помогает? Да, помогло, было улучшение, да, через полгода было улучшение, но прикол в чем? Когда я взял рецепт, посмотрел лекарство, hi, Google, оно первое в списке вугле. Ага. Понятно. При том, что у меня куча знакомых здесь, которые здесь есть и с Украиной, и с Молдавией, и с Россией, работают докторами в скорой помощи там и так далее. Я это лекарство мог в течение 10 минут получить, рецепт этот же. Без всяких 90 евро, без всяких 9 месяцев. И знаете, что я узнал самое интересное? Совсем недавно. Я, была такая ситуация, у меня электромобиль, и я двигаюсь на электромашине. И одна обратилась ко мне знакомая, которая, доктор, которая в свое время помогала дочке, когда у дочки были осложнения, что там у нее с желудком, что там у нее было. Она не ела вовремя, а у нее было боли резких в желудке, и мы повезли ее в скорую помощь. И опять же, там ожидание было 4 часа, в простую очередь. Потом я начал набирать, жена там с ней рядом сидит, дочка плачет. Я начал названивать людям, узнавать, кто-то в этом госпитале на смене там со знакомых, через других докторов, в общем, такое, как мышь, как. Есть в уральских пельменях этот, полковник Петренко, не знаю, смотрел этот номер, смотрел, Рожков. Когда он искал, искал, в общем, что кто-то спрыгнул самолета на танке Т-34 и высунул руку через ствол с цветами, и там, чтобы Стас Михайлов пел все для тебя на самолете, на танке. И это надо, чтобы было сделано в течение 15 минут, потому что генерал выходит с самолета с супругой. Ну, в общем, и полковник Петренко звонил по разным телефонам. Вот это я был вот так вот с докторами звонил. Алло, там этот пятый, десятый, там, как, чего, кто там, где там. Все, и тогда доктор помогла, приняла. 4 часа они ждали, потом она вышла и приняла, это по знакомству. Так бы это всю ночь длилось эпопея. У нас даже специальный есть веб-сайт, на котором ты можешь посмотреть, какая очередь онлайн с браслетами желтого цвета, красного цвета, зеленого цвета. Там есть очереди, по 12 часов люди сидят в госпиталях, государственных. Короче, и мне доктор это говорит. Так а что ты не сказал, я бы тебе выписал это лекарство, это обычное лекарство. Мы все, все знают его, все его выписывают. А 9 месяцев тогда зачем нужно было ждать, я не понимаю. Ну вот я не знаю, какой, почему, какой, почему доктор фамильный, фамильный доктор не мог мне его выписать. Ты знаешь, что мне эта женщина сказала? Так, говорит, многие очень доктора пользуются предложением Яндекс.Доктор. Ну, ладно, поехали дальше. Значит, первое, ну, какие факторы? Русофобия, образование, медицина, пенсия, тот факт, то, что пенсия... А есть еще какие-то факторы, почему вот ты все же говоришь, я переезжаю обратно? Ну, знаешь, я в последнее время, наверное, старею, может, но я на себя начинаю ощущать здесь все больше и больше чужие. И последние, вот последние годы я практически не разговариваю в течение дня на португальском. Мне приходится разговаривать на английском. Я разговариваю на английском, он у меня на уровне табуретки, я нигде не учился, у меня в школе там было Who is duty today, там, всегда английский, там, London capital of the great Britain. Все. Английский я изучал здесь, с помощью ассимил, метод ассимил, есть такой, там, ассимиляции, там, наушники. Я еще тогда стройкой занимался, красил, там, что-то делал, в суд повторял эти все упражнения, там, все смеялись, но потом как бы начало, пошло, пошло, начал разговаривать потихоньку. Ну, на уровне табуретки так разговариваю, могу поддержать разговор, простой. Ну, вот я разговариваю на английском практически все время. Ты начинаешь понимать, что Португалий превращается в колонию. Колонии, это колонии. Обслуживающий персонал, они выращивают обслуживающий персонал. Ты как бы, ну, приходишь в магазин англичане, приходишь в кафе англичане, и вот такая пошла тенденция, что хозяева ресторанов не берут на работу португальцев. Зачем ему португальцы, если клиенты англичане, американцы? Ему нужен англоязычный, нормальный человек в обслугу. Кого они берут? Они берут детей, тех эмигрантов, которые уже переехали, купили недвижку, и не платят за аренду, и живут в квартире папы, мамы или дяди. Португальец не может устроиться на работу. Англичанин приходит на работу, его берут, потому что он англоязычный. Есть такие дети, которые уже здесь выросли, но они англоязычные. И они как бы, они носители языка, они хорошо разговаривают на английском, но уже разговаривают на португальском. Естественно, хозяин кафе или ресторана возьмет такого на работу человека, он не будет брать португальца, который бегает, мне говорят, по-португальски. Зачем ему такой? А тут англичанин на вид, правильно? Клиенты англичане, рабочие англичане. Все как бы. Ты начинаешь понимать, что это везде, во всех сферах начинает располагаться. Нет, есть, конечно, там супермаркеты, там сфера обслуживания, там бразильный, португальцы, там еще есть. Наши тоже. Но такие сферы, где уже как-то, уже нету их. Пойди на Марину сходи, пойди сходи, там ресторан какой-то в центр. И найдешь никого. Это не англичанин. Но вот такой вопрос. Колонию. Часто ли ты бывал в России? Я был в России. Я когда начал машинами заниматься, я решил пройти курс в России, научиться удалять гнать и на без покраски. Есть такая техника. По-английски Pentel. Detail Repairs. Это на, по-моему, по-испански Tira Goldpush, по-португальски Tira Mossage. То есть убирать вмятины от города, маленькие повреждения без покраски. То есть с помощью крючков, там всяких присоски, там колдовство такое. И я увидел как-то курсы, и я поехал, был я в Москве, я был почти месяц там в Москве. Ребята там из школы, не буду рекламировать школу, но хорошие ребята приняли. Вот. И они выделили жилье. Я там жил с другими студентами, как бы в этой квартире. И прошел курс, получил диплом, как бы у меня он получалось, нормально все. И вот я был в Москве. Это был, по-моему, 2010 год я был в Москве. А после этого, после 2010 года, было там, приезжал куда-нибудь в российские города или с того времени не был? Я потом, по-моему, приезжал в 2013, по-моему, я приезжал по поводу, вот когда вот это была у меня история с депелинга, с паромойками вот этими. Я приезжал, но я приезжал буквально на несколько дней тоже в Москву. Я был в Москве, ну как, проезда, можно сказать. Больше я ни разу не был в Москве. Я был в Херсоне тоже в 2009 году один раз. И был еще в 2018, когда у меня сестра моя, младшая, вышла замуж. Я ездил на свадьбу. На замуж вышла за англичанин. Не надо говорить именно в какой город, не обязательно, но я так предполагаю, что ты переезжаешь со своей семьей, планируешь переехать на юг, куда-нибудь в южную часть России. В южную часть, да, совершенно верно. Понятно. Ну, я этот, не знаю как. Я жил в Херсоне долгое время, и родители мне там работали, и родители у меня были преподаватели, тоже учителя. А сейчас они в России? А сейчас родители переехали, когда была эвакуация, они переехали, так как они участвовали в референдуме, они участвовали, они получили паспорта. Тогда не надо говорить, куда они переехали. Они переехали. Ну, в Россию. Хорошо. Да. Ну вот, в конце интервью открытый микрофон. Говоришь, ты знаешь, ты знаешь, что это такое? Ну, не знаю. Не знаешь, что приходит в голову, то и говори. Это может быть что-то позитивное, что-то негативное, что-то какие-то пожелания, какие-то, может быть, что-то не надо делать, может быть, что-то надо делать. Вот что приходит в голову, то и скажи. Что хотел сказать людям, которые думают, что они приедут, и они здесь кому-то нужны. То, что вы видите во многих медиа, то, что вы видите во многих там каких-то ресурсах, людей, которые там показывают, что там у него, он там собил бавла, там еще что-то, еще что-то. Честно скажу вам, это все, ну, это мое мнение, это все как бы выдумано, это все на игры, но все это не так на самом деле. Никто никому здесь, никто никого нигде не ждет, никто никому здесь не нужен. Люди смотрят на тебя, как на чужого. Как я уже говорил раньше, ты можешь прожить всю жизнь, но никогда ты не будешь здесь своим. Ты всегда будешь чужой. И придет такой день, когда тебе укажут на это и скажут, что ты здесь никто и ты здесь чужой, ты приехал, ты никто здесь. У любого человека, у всех людей этот день наступает рано или поздно. Кто-то его раньше этот момент ловит, кто-то его позже ловит, кто-то его никогда не ловит, как бы живет в этой иллюзии, в этом вот иллюзорном мире в таком своем. По сути, я точно так же работаю, как и все другие люди там в России. Точно так же хожу на работу, хожу в магазин, покупаю еду. Но я нахожусь в чужой стране, я вынужден разговаривать в чужом языке. Это очень сильно напрягает, потому что ты, как бы ты его не учил, ты никогда не будешь его знать досконально. Тем более, так получается, что я живу в Португалии, а вынужден разговаривать на английском. Я по-португальски очень хорошо разговариваю. Я понимаю, наверное, 98% то, что говорят люди. То есть у меня очень хорошее португальство. Мне люди сами просто говорят, что очень хорошо разговаривают. Но я вынужден разговаривать на английском, на английском я половину не понимаю. Чем больше я пытаюсь его учить, я понимаю, что я ничего не понимаю. И отношения, в последнее время отношения ухудшаются. Отношения ухудшаются к русским здесь. Это видно. Я иногда просто молчу, говорю, что я португальец, тогда мне люди спрашивают, куда я. Потому что я знаю, что если я скажу, что я русский, то у меня могут быть не то, что неприятности, но люди там будут сразу иметь отношение ко мне. То есть русофобия, она как бы увеличивается. Ты это понимаешь. такой вот, знаешь, такой вот открытый спич, как говорится. И кто вас нигде не ждет, ребята? Дома, это дома. Знаешь, где я родился, там и пригодился. Я считаю, что я смогу еще сделать что-то полезное для своей страны, откуда я родом. Там где мои родители, там где, откуда я, да. Откуда моя жена, там у нее семья, там родственники, мои родственники. Все равно мы здесь одни. Здесь никому не нужны. Что-то завтра случается, все, все, никому не нужен. И кто не будет беспокоиться о тебе? Как ты будешь, как, что с тобой будет, что будет с твоими детьми, что будет там с твоим бизнесом или так далее, и так далее. Никому это не интересно. Вы здесь чужие. Мы всегда здесь были чужие и будем чужими. Вот такое. Ну, никогда, ну, никогда не поздно делать что-то полезное. Я не думал, что я буду заниматься тем, чем я занимаюсь в свое свободное время. Никогда не думал. Просто начал и как-то вот пошло и до сих пор идет. Я скажу, очень и очень вам признательно. Я как бы снимал шляп. Вот. Хорошее дело делаете, на самом деле. На самом деле я благодарен очень вам за то, что за вашу работу, за то, что вы делаете, тратить время свое. Что вы тратите свое время, это много работы, тоже на это надо немного потратить. Человек, который не понимает, он даже не задумывается. На самом деле это очень непросто. Я думаю, что это непросто. Ну, кто-то понимает, и всем, кто понимает, большое спасибо, что вы понимаете. Ну, есть такие люди, которые думают, что просто вот сидишь, сидишь перед камерой, сразу в небес, бьются деньги. Я бы посоветовал людям, которые думают о том, о загранице, очень-очень много раз подумать. Очень-очень много раз подумать. А сейчас, так как все ухудшается, общий план, общий план у всех странах, я же общаюсь со всеми иностранцами, всех-всех стран ежедневно. Я работаю в сфере обслуживания, со мной проходят ежедневно люди со всех стран, со всех европейских стран, из канадцы, тоже американцы. Жизнь ухудшается везде, люди все, а немцы такой щеплачут. Ну, вот самое интересное, что когда поговоришь, можно вот про это разговаривать с американцами, с канадцами, с коренными, я имею в виду с немцами, я уверен, с англичанами, вот с португальцами, как ты сказал. Можно с ними разговаривать, с мальтийцами тоже, они поймут, они выслушают, будет интересно, интеллектуальные такие разговоры насчет почему ухудшается, кто виноват и так далее. Но поговоришь с некоторыми из наших людей, которые, иммигранты, которые переехали, живут в Америке, живут в Канаде, сами не шпрехают на английском от слова совсем, или если они в Португалии, может быть, они на португальском не шпрехают и так далее. Но они будут говорить, что это неправда, это ложь, мы все кремлеботы, все нормально, все великолепно. А местное население, местные народы, они, наоборот, будут соглашаться, потому что они понимают, что у них было и что у них сейчас есть. Многие, многие португальцы, они говорят, да, вот до Европы, как было классно, говорят, вообще просто супер жили. зачем, говорят, зачем мы сюда пошли? А я еще вопрос задаю очень часто, я спрашиваю, вы знаете хоть одну страну, которая осталась довольная после входа в Евросоюз? Вот такой вопрос. Интересный вопрос. Да. Очень интересно. Так вот я этот вопрос, попробуйте этот вопрос тоже задавать людям. А я этот вопрос задаю иностранцам. Ну, я еще и не слышал положительного ответа, если что. Ну, на этой позитивной ноте может быть... На этой позитивной ноте? Да, 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 да. Смотри, спасибо тебе огромное, что ты мне написал. Здесь что? Спасибо за... Да, мы на ты, мы договорились на ты. Это, кстати... Спасибо большое за открытый микрофон, за возможность, что дали мне возможность высказать какие-то мысли свои. Вот. Это же все-таки... Все-таки ты мне сказал не выкать тогда еще, когда мы вначале начали. Ну, я извиняюсь. Это нормально, нормально. Я так же, я так же, там у меня иногда происходит. Ладно, еще хочу людям сказать, которые будут планировать тоже переезд, захотят тоже, подумывают или думают или уже решили. Готовьте активы. Готовьте активы, думайте, разрабатывайте план, разрабатывайте шаги. Резвие движения не нужно. Не надо сжигать мосты, не надо все ломать, портить. Нужно все делать как бы грамотно, обдумывать, куда, что, чего, конкретно узнавать, интересоваться. Вот. Все нужно по плану делать. Должен быть какой-то план, должна быть какая-то стратегия, действия и шагов, какие шаги будешь предпринимать, в каком направлении будешь двигаться, куда двигаться. То есть должен быть четкий план. Своя такая пятилетка. Да. Хорошо, Олег, еще раз спасибо огромное, что написал. Спасибо за время. Я знаю, ты мне говорил, машине, ну не машине, на улице там 38 градусов. 38 градусов. Это все равно, это ад, даже на один градус меньше, это все равно ад. Дамы и господа, спасибо огромное, особенно спасибо тем, кто остались до конца, дослушали интервью, дослушали разговор. Вот. Распространяйте ролики, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, пишите комментарии, так далее, так далее. Может быть, у вас еще какие-то вопросы появятся. Олег, я желаю тебе удачи с твоим переездом. Я знаю, что твоя семья сейчас как раз ездит, ну как ты сказал, они в Санкт-Петербурге. Так что им удачи, хорошего отдыха. И надеюсь, что скоро в нашей стране еще будет еще одна замечательная семья, которая будет работать на наше будущее. Еще раз спасибо огромное и до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова